Как Вы считаете, какие действия наиболее эффективны для достижения? Всегда коллективные действия. В первую очередь, коллективные действия, собрания, коллективные жалобы, коллективные заявления. Возможно заключить коллективный договор. Ну и, если вообще у лица никаких ответных встречных действий, тогда у нас обособка. А вот, допустим, публичные митинги, они как-то воздействуют на работодателя или они просто не обращают внимание? Публичные митинги никак. Работодателя воздействует только его карман. Вот когда обостовка или какой-то локал, когда он получает определенный финансовый толчок снизу, тогда он чувствует. А митинги, шествия, даже смена власти в стране им по барабану. Вообще. Кризис сказывается на каждом из нас, поскольку мы живем в России, в Москве, и мы покупаем те продукты, на которые взлетают цены. Но при этом зарплаты нам не индексируют в должной мере, их вообще индексируют крайне редко и на минимально возможный уровень, просто чтобы народ не кричал, очевидно. Особенность. То есть, как только они чувствуют, что начинается волнение, как только они чувствуют, что народ ищет себе другую работу, а машиностроительных предприятий у нас в стране и в Москве пока еще немало, пока еще не все разогнали и не все разрушили, и где-то сидит идейный руководитель, который еще хочет, чтобы производство его или опытное, или вообще конструкторские возможности остались живы. И к такому человеку народ, естественно, пойдет, и о нем будут говорить, о нем будут знать, но завод будет стараться удержать своих людей, свое производство, и поэтому они индексируют заработную плату в минимально возможном уровне. А сколько активно рабочие участвуют в профсоюзной деятельности? У нас, конкретно на нашем заводе, существует с давних времен один профсоюз, который, в общем-то, директорский профсоюз. Директор, ну, точнее, управленцы организовали этот профсоюз, и в нем состоят они. Соответственно, они играют в этот профсоюз, там, очень простым и понятным образом. В профсоюз отчисляется процентов заработной платы, как положено, членский взнос. Эти проценты потом, значит, распределяются по очереди, там, путевками. Вот и все. То есть они между собой играют, как и многие тесные коллективы, чтобы, ну, как сказать, деньги между ними крутятся. Вот и все. Никакой деятельности активной в плане защиты рабочих от начальства, начальство делать, естественно, не будет. А в этом профсоюзе состоит начальство. Значит, профсоюз рабочих только формируется на заводе салют сейчас. И это довольно сложно, люди отказываются во что-то верить, они говорят, что профсоюз – это все ерунда, что он не будет заниматься этим проблемой, он будет распространять путевки. То есть он будет предлагать путевки, значит, там, по сходной цене. Вот и все. То есть то, что в умах рабочих сейчас является профсоюзом – это тот орган, который распространяет путевки на отдых. Вот так. Как вы считаете, что может переломить вот такое отношение рабочих? Успехи. Только успехи в отстаивании своих прав со стороны профсоюза. Когда профсоюз, который сейчас формируется на заводе салют, достигнет первых успехов, тогда уже народ подтянется к этому профсоюзу, чтобы защищать свои права. Потому что мы просто привыкли считать, что у нас по сравнению с многими другими рабочими на других заводах все весьма неплохо. Потому что, во-первых, мы очень крупные предприятия, во-вторых, у нас гособоронзаказ, в-третьих, это заказ с Китаем, с которым в России сейчас хорошее отношение. Поэтому, если нам не повышают должным уровнем зарплату, значит, всем остальным еще хуже, чем нам. Вот и все. А как вы считаете, какие методы рабочей борьбы наиболее эффективны? Чтобы достигнуть этой цели. Это сложно пока сказать. Необходимо и достаточно, на мой взгляд, просто собраться и объявить о себе, что мы считаем, что руководству заявить правленцам, что вы не исполняете свои обязанности по отношению к рабочим. В плане своевременной индексации заработной платы, значит, в плане обеспечения социальными обязательствами, то есть в плане выполнения социальных обязательств по отношению к рабочим, которых вы приглашали со всей страны. И таким образом добившись успеха, то есть заставив принять необходимые меры по устранению этих ошибок со стороны руководства, этих неправильных мер со стороны руководства. Мы соберем необходимые достаточно людей для того, чтобы уже менять коллективный договор по усмотрению рабочих. А как вы считаете, какие-то политические силы могут поддержать вашу борьбу? Да, я считаю, что политические силы могут поддержать нашу борьбу, в плане конкретно выполнения социальных обязательств со стороны завода, потому что те инстанции, в которые мы вынуждены писать наши письма заказные, они нередко дают такие отписки, которые формально являются ответом на наше письмо, а фактически не содержат ничего, никакого ответа на наше письмо, то есть это просто бумажка, которая даже читать не обязательно, в нем ничего нет, это просто вода. Ссылка на какие-то статьи, которые к этому никакого отношения не имеют, на общую, на институцию и так далее. В то время как, если придет депутатский запрос на официальном бланке с подписью и печатью, эти инстанции, такие как депутат городского имущества, прокуратура та же самая и так далее, они уже будут обязаны дать нормальный ответ, и они дают его, и не в течение 30 дней, которые они обещают простым смертным, а в течение меньшего срока, то есть за две недели они дают нормальный честный ответ.